Есть такая профессия – погоду узнавать. Наш следующий материал о тех, кто не побоялся сурового северного климата и трудится на берегу Белого моря для того, чтобы каждый день мы узнавали прогноз погоды. Героями репортажа стали работники аэрологической станции Шойны, которые круглый год в снег и ветер, в шторм и солнечные дни исполняют свой долг. На Шойнской станции в очередной раз снимают ленту с барографа – специального самописца, который фиксирует показания атмосферного давления. Метеорологам этот прибор необходим для подстраховки. Ведь современная техника, хоть и надёжная, но в случае сбоя всегда можно взять показания с автономного оборудования. Наблюдаем облачность. Сейчас в данный момент мы будем смотреть, какие облака, чего и сколько. То есть количество и вид облачности. Потом мы будем заносить это всё в компьютер. Вид облачности, температура воздуха, скорости, направление ветра, количество осадков и другие данные несколько раз в день фиксируются в специальных программах и передаются в Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Работа хоть и специфическая, но Евгения шутывает в радость. В Заполярье она работает в третий год. Песок не было для меня шоком, но шоком было для меня метели. Потому что у нас там метели нет и ветра такого у нас нет. Если у нас там, допустим, ветер 8-10 метров в секунду, это уже для меня лично была катастрофа. То, что здесь 8-10 метров, это практически, ну как бы, это стандарт нормально, что тут и до 20, и до 25 порывы бывают. Ну как бы вот. А сейчас привыкло, ничего, нормально вроде бы. Вот клеварим клапан. Вот потихонечку вот. Сейчас будет подниматься будет. В небольшом домике рядом с аэрологической станцией готовят к очередному запуску радиозонд. Газгеном здесь трудится Александр Нужненко. Офицер в отставке, он 18 лет прослужил в местной воинской части. Потом уехал на полтора года на родину Кубань. Но север манил обратно. Когда огромный белоснежный шар наполнен газом и готов к отправке, за дело берутся аэрологи. Прикрепляют к шару радиозонд. Конечно. Радиозонд у нас летит с шаром на высоту до 30 с лишним километров. Передает различные метеоданные, аэрологические данные. Температуру, направление ветра, скорость ветра, то есть прием передающего устройства. Вот там, вон, антенка на крыше. В аппаратовской компьютер, который обрабатывает данные, получает и обрабатывает. Кстати, интересный факт. Радиозонды выпускаются одновременно по всему земному шару дважды в день. Ровно в 12 ночи и 12 дня. Но это по мировому времени. Да, люди, которые связали свою судьбу с гидрометеорологией и аэрологией, на работе живут по другому времени. Сегодня на аэрологической станции в Шойне трудятся 18 человек. Руководит коллективом Анна Кравец. Уроженка Ростова-на-Дону она сознательно поехала на север за романтикой. И не прогадала. Север все равно не отпускает. Что-то вот такое. Тишина, спокойствие. Люди очень хорошие, такие добродушные. Все, приехала и помогали. Может, там что-то надо это, может, то. Как бы очень хорошо так встретили. И первый день на станции тоже пошел. Как бы приезжаешь, не сразу тебя в работу вливают. Сначала тебе что-то помогает в техникуме. Вроде дают одно, а на практике-то ты приезжаешь совсем другое. Вот. Делали, помогали. Где-то сначала подучилась немножко, а потом уже начала работать. Так кто же они? Романтики с севера или влюбленные? В своё дело люди, готовые поехать хоть на край земли. Вопрос, пожалуй, риторический. Но одно ясно точно. Они приехали сюда из разных уголков России, чтобы трудиться на благо Родины.